Интересно о важном Но я не устала, я так люблю танцевать С тобой под водой рыб и звезд Что будет после? А после земля Ее останет влага Погрязнут города Пластики и бумаги Птицы не будут петь Здесь не будут петь Птицы не будут петь Больше не будут петь Мы сошли огни Мир такой маленький Осветили темноту Мы люди майки Мы сошли огни Мир такой маленький Осветили темноту Мы люди майки Пайкал, белый кристалл Местных продакт, будто нарисованных А пока я наблюдаю издалека Хочу верить и буду, что все мои люди всегда со мной За кормой, нетронутый остров, что будет после А после вода с неба будет падать Мы сядем у огня, нам много сказать надо Птицы в нас будут петь, в нас будут петь Души в нас будут петь, в нас будут петь Начинаем день с творчества псковского коллектива Драм-н-джаз. Лиза Степанова с ребятами Исполнили кавер на песню «Маяки» группы Айова Приветствую всех, кто присоединился к эфиру У микрофона Дина Добрешута Сегодня предлагаю поговорить о творчестве Псковских поэтов и музыкантов О том, как продвигать себя и зачем нужно это делать На связи с нами Роман Николаев Роман, доброе утро Доброе утро Роман, расскажите нашим радиослушателям Вообще, чем вы занимаетесь Как вы взаимодействуете с творческими людьми Псковской области Расскажу из-за того, что творчеством Организации концертов я начал заниматься в Себеже Где прожил более трех лет В Псков я перебрался полтора года назад Естественно, захотелось тоже здесь что-то подобное организовать Начал искать людей через соцсети И маленько, по чуть-чуть, начал знакомиться Ну и звонили в соответствующие проблемы Потому что в Себеже нам предоставил музей Место для проведения мероприятий А во Пскове с этим была проблема Потому что хотелось найти именно вот это похожее уютное помещение Небольшое И с хорошей акустикой Пошло время Ничего не мог подобрать подходящего И совсем случайно Постоянем подсказал Пойди обратись в библиотеку Вдруг они откажут Я пошел Это находится на улице труда Библиотека Золотцева Скажем, мне там не отсказали И предложили провести первое мероприятие Но сказали, что если Пройдет все хорошо Только в этом случае Ну, мы вам предоставим Дальше пользоваться залом Порек, соответственно, был этому очень рад Обзвонил всех, кто мог собраться И мы Где-то буквально полгода назад Привели первое там мероприятие Что это было? Это был акустический концерт Назывался «Источник» Людей участвовало немного Музыкантов Всего пару человек Но это был такой упробный момент Чтобы Какая будет реакция зрителей А что-то будет дальше Выливаться Ну и, как обычно Первый всегда Собрал мало людей Потому что В Пскове, к сожалению Подобные мероприятия Проходят очень редко И для людей Как бы, можно сказать Что-то новое И В частности Пришли тут только Люди пожилого возраста Ну Ну да Постоянные считатели Мы были рады любому Да Потому что Музыкантам Надо было для кого-то петь И Мы собрали Немного Немного зрителя В итоге Мы все проанализировали И Решили Не отчаиваться И сделать второй концерт Буквально там Слоп и рыв у нас Где-то полтора месяца Я уже собрал побольше музыкантов Сделал побольше Рекламы И в итоге Мы собрали полный зал Это где-то более 60 человек Да Посетило наше мероприятие Поэтому Результат мы достигли И надеюсь Что в дальнейшем Будем собирать Не меньше Ну вот на самом деле Здорово Что в псковских библиотеках Я кстати думаю Что не только в псковских Есть возможность Не только прийти Почитать книги Не только послушать стихи Но и такой более Разнообразный Культурный досуг Посетить Роман С какими музыкантами С какими группами Псковскими Вам уже удалось поработать Вот за это время Еще хочу подчеркнуть Тот момент Что в целом Проблема собрать Интересных музыкантов Потому что Как правило Люди ленятся И некоторые Хотят Ну чтобы За это Получить Какой-то Хоть небольшой Но гонорар Ну да Не все идут Так скажем На встречу Поэтому я благодарен Это очень далеко Кстати он является Угу Интересно Так вот Подача такая Стоит сразу Открещиваться Что это что-то Плохое И я такое не слушаю Лучше послушать Подбираем Материал Всегда Очень приличный Угу Это кстати Важный момент Потому что Много людей Пытается Самовыразиться Разными способами И не всегда Эти способы Даже Можно напечатать Для всеобщего Обозрения Роман Вот Вы также сказали Что Акустические концерты Квартирники Проходят Редко Вот почему Как вы думаете Это не нужно Публике Или Потому что Недостаточно рекламы Или потому что Вот если взять Там область Да Может быть Помещений Где будет Это все Хорошо Качественно Звучать Немного Вот Какая главная Проблема Или может быть Вообще Такие концерты Такие мероприятия Не должны Проходить Часто Ну основная Проблема Это конечно Активность людей Угу В Абскове К сожалению Не очень много Так скажем Любопытных И Подобные концерты Такого формата Конечно Люди Не совсем Интересны Но я Уверен В одном Что если Это Разъяснить Это продвигать Рекламировать Постепенно Соберутся Свои зрители Будут Что-то Более Такое Массовое Вторая Проблема Это конечно Помещение Потому что Проговоря Меня тут Не так давно Приглашали На такой Настоящий Квартир Который Приходил В многоэтажном Доме Грубо говоря В квартире В чьей Да Да Все хорошо Замечательно Но Более 10 Человек Там уже Не разместить Потому что Комнатка Небольшая Ну просто Уже В Москве Ходишь По головам Поэтому Такого формата Да Это приятное Мероприятие Но Я скажем Без Какого-то будущего Потому что Ну хочется Больше людей Приглашать Чтобы они Все-таки С музыкантами Чаще Чаще Знакомились Ну и конечно Другая проблема Это соседи Да Когда Уже Концерт в разгаре Так скажем Музыканты Вышли на новый уровень Конечно Соседям Это не очень Нравится Поэтому Всегда Надо искать Что-то нейтрально В Себеже У нас было Просто идеальное место Это музей Помещение Небольшое Кирпичная стена Акустика Замечательная По количеству Лидов Можно было До 45 Наверное Да Заполнить Это много Ну совсем Битком А так Чтобы было Свободненько Ну человек 30 Вот я считаю Что вот Такие размеры Да Это просто Идеальная Площадка Ну Реги тоже Хорошо Потому что Там уже Больше можно Местить Ну В целом Там тоже Очень уютно Помещение Причем Я еще там Сделал Подсветку Специально Чтобы Все внимание Было на артист Это тоже Это тоже Немаловажная Деталь Когда Допустим Смотришь В интернете Ролики Где проходят Якобы Квартирники Да Она может Также И в библиотеке Проходить Допустим Другого региона Но когда Это все Присходит При включенном На свете Это Не то Обычно Вы говорили Много О музыкантах И в принципе Наш разговор Пока Вокруг Них И идет А вот Что насчет Поэтов Ведь Насколько Мне известно В крупных Городах В том же Питере Который Совсем Недалеко От нас Там Поэтические Вечера Проходят Ну По уровню Посещаемости Не меньше Чем Вечера Музыкальные А может Даже и больше Потому что Прийти Послушать Как кто-то Читает Ну Почему Нет Вот у нас В Пскове Я лично Я не видела Вот такого Формата Чтобы часто Это происходило Какие-то Творческие Вечеры Бывают Организовываются Но Но как-то Не все Не то Вот что Вы думаете Работали ли Вы с поэтами Как вообще Планируете ли Да конечно У меня изначально Когда я Собирал концерт Я хотел совместить Чтобы и поэты Участвовали Ну и музыканты Потому что Поэты конечно Обделены Попскове Мало Кто не знает Вот есть один Такой самый активный Это Диана Константинова Как бы ее уже Начат уже Знавать люди Можно сказать Уже скоро Может стать Достоянием Пскова Потому что Девушка молодец Очень активная В частных конкурсах И как бы Ну Кудрик Это вообще Это дело Проблема Я считаю В том Что Может быть Конечно Поэтов Не хватает Талантливых Но надо еще Уметь Подать Свой материал Красиво Допустим Диана Она ходит На артерские Курсы Точнее Она в театре Занимается И все это В комплекс Конечно Дает свой результат Она очень Красиво Эмоционально Дает Своих Стихотворений И это очень Хорошо чувствует Зритель И кстати говоря Еще был такой Эксперимент Дмитрий Кузнецов Музыкант Я считаю Что вот Просто человек Просто отбора Музыкант Он В то время Музыку На гитаре Делал Диане Да Под ее стихи Она у себя В социальных Размещала Просто непередаваемые ощущения Это надо просто Присутствовать И это вот Видеть Когда это все Вот так вот Гармонично Вот так Связано Поэтому Мало Поэтов Которые могут Красиво Преподнести Ну и второе Я считаю Что мало Об этом говорят Обычно Не хватает рекламы Если бы это Как-то более Активно Это все продвигалось И где-то Вот это Проходили Где-то Подобные мероприятия Может быть Да Было бы больше К этому внимания Прямо сейчас Я предлагаю Послушать Это выступление Стихи Дианы Константиновой Музыка Дмитрия Кузнецова Журавль Машины шумят Это люди спешат на работу А я проспала Мне приснился летучий корабль И люди не знают Что где-то В лесу На болотах Как изысканно И грациозно И грациозно И грациозно И грациозно И грациозно Есть работа Собака за стенки Музыка Стихи Дианы Константиновой Журавль И грациозно Когда есть Стихи Дианы Константиновой Тихо летает журавль. Как ночью над городом Тихо летает журавль. Продолжаем разговор о творческой жизни музыкантов и поэтов в Псковской области. С нами на связи Роман Николаев, организатор «Квартирников» в Пскове и Себеже. Роман, сейчас у нас в области, да и по всей России, запрещено проведение массовых мероприятий и концертов. И многие музыканты проводят онлайн-выступления. Поэты тоже выходят в соцсети и организуют трансляции. Как вы думаете, может ли такой формат выступлений заменить живой концерт? Ну, я считаю, что это просто временное явление. Потому что настоящие эмоции получаются только при живом, так скажем, взаимодействии. Да, неплохо где-то как-то это заснять на видео, выложить в сеть. Хотя бы просто познакомиться с своим творчеством. Но, еще раз повторюсь, настоящий, так скажем, эмоциональный такой заряд ты получаешь только при живом исполнении. Я считаю, что это никуда особо не вылезет. Как временное явление. Как примета времени позже для историков. Ну, может быть. Мне хотелось бы с вами обсудить, опять-таки, проведение мероприятий, только уже немножко оторваться от этих интернет-историй. Хотелось бы услышать, Роман, ваше мнение. Очень часто, когда я видела программы разных мероприятий в Пскове, в Псковской области, творческих мероприятий, вот типа квартирников, да, я видела, что там, как правило, стараются перемешать поэзию и музыку. Как лучше проводить мероприятия? Смешивать ли музыку и поэзию или не стоит? Ну, я всегда был за разнообразие, потому что я человек, так скажем, многосторонний. И, допустим, слушать того же музыканта, пускай он будет и талантовый, но как бы в одном ключе, да, ну, мне быстро просто надоест. Поэтому вот я, когда начинал квартирники, я всегда старался подобрать разных музыкантов. Так вот по стилю, так и вот по материалу. Но не тяжело ли это для восприятия? Вроде бы... Нет, нет, потому что... Да, для него же настроился. Получается, что музыкант каждый исполнял, там, допустим, 4-5 песен. Это, в принципе, вполне хотелось, чтобы погрузиться в его мир. В принципе, понять, да, что он хочет донести. Ну, на мой, конечно, так скажем, сугубо личный взгляд. Ну, чтобы в дальнейшем это не прорисало, все-таки, я думаю, надо начать разнообразие. Поэтому я всегда перемешиваю и считаю, что это, ну, более правильный путь. Интересно. Ну, вот по длительности концерта, что вы скажете? Как стоит это все организовывать? Насколько долго может это длиться? По длительности тут, наверное, стандартно полтора-два часа. Я думаю, более не нужно, потому что более двух часов, к сожалению, вот у меня был опыт, я проводил. Ну, хотя ситуации будут разные. Допустим, если это какой-то такой небольшой квартир, где, допустим, все друг друга знают, да, они могут поселить, конечно, и, грубо говоря, и до утра. Потому что, если еще есть какое-то активное общение, конечно, время не больше на это выделяется. Ну, если соседи не будут против. Да, если соседи не будут против. А так, если в целом касаться только вот такого официального концерта, конечно, два часа это достаточно, чтобы насладиться, так скажем, творческим вечером. Вот по вашему опыту, что касается тематики мероприятия, стоит ли изначально ее задавать? Легче ли будет зрителю ориентироваться? Или проще позвать разных музыкантов, разных авторов, и пусть вот они вместе создают такой сборный капустник какой-то? Ну, конечно, если, допустим, в плане организации, конечно, проще просто собрать музыкантов, как-то свои материалы, они будут исполнять то, что хотят. Это проще всего. Если касаться каких-то тематических вечеров, это будет сложнее, потому что музыкантам, наверное, будет что-то изучать новое. Подготовиться. Подготовиться нам нужно будет. А, к сожалению, не у многих есть на это время. Ну, и, соответственно, желание. Вот вот так давно я хотел провести концерт акустический по мотивам кинофильма «Брат 2». Тема интересная, многие помнят, многим это нравится. Я имею в виду музыка, стилистика. И я уже как бы собрал людей, уже дал афишу, но, к сожалению, коронавирус всему помешал. И причем у меня еще был такой, так скажем, новый для меня еще момент. Я хотел делать вставки из кинофильма. Самые интересные моменты. И все это как бы в совокупности поднести для зрителя. Я думаю, получилось бы очень интересно. По крайней мере, по-новому. Но, к сожалению, коронавирус испортил не только мои планы. Ну, и этот план в том числе. Да. Ну, надеюсь, что на будущее у музыкантов не попадет запал. И мы снова как-то организуемся и все-таки приедем этот концерт. А вот, в принципе, от момента рождения идеи концерта до момента его реализации сколько времени проходит? Ну, как правило, на подготовку уходит полтора-два месяца. Это много. Грубо говоря, да, я сообщаю. Ну, просто я не люблю спешку в этих моментах. Потому что, если сделать качественный концерт, надо заранее готовиться. Сообщаю музыканту, что вот концерт, подготовьтесь. Ну, по крайней мере, по «Брату-2» я еще раньше предоставил информацию для музыкантов. Потому что он как раз тематический, да. Конечно, это ему еще сложнее подготовить. Поэтому качество требует времени. Роман, вот мы с вами в разговоре уже затронули такую тему, как продвижение, да. Может быть, саморекламой я даже это назвала бы. И, пожалуй, саморекламы не хватает в хорошем смысле не только поэтам, но и музыкантам. И вот самопиара и самопродвижение. Потому что не каждый может позволить себе нанять команду профессионалов или быть везде, чтобы о нем все знали. Вот, Роман, как вы думаете, вот в провинции, да, все-таки, скажем, как принято, да, в Псковской области, в регионе небольшом, как людям, даже считающим себя талантливыми, нужно работать над созданием своего имени. Как им стоит продвигать себя. Ну, тут несколько вариантов. Если, допустим, человек, взять хотя бы, например, поэт, да, если он очень активный, он, конечно, может как-то и самостоятельно себя продвигать, там, через соцсети, если там какие-то концерты, соответственно, в них участвовать. Также немаловажно участвовать на разных конкурсах. То есть это все-таки важно? Конечно, потому что, во-первых, это опыт, во-вторых, все-таки, ну, это пиар. И как уже Диана Константинова, ну, все-таки, сама пока такая ярко-поэтессовая из Пскова, сама выражала, что не бойтесь, участвуйте, потому что, как говорится, успех к вам сам себе сам не придет. Надо быть более активным и не бояться трудностей. Угу. И тогда, в принципе, можно выходить на аудиторию с любым материалом. Ну, тут тоже надо различать. По крайней мере, вот, допустим, она вот выходила и с нецензурными стихами. Смотря, какие цели человек проследует. Если, допустим, он хочет нести какую-то добрую, светломусливку, конечно, это один формат мероприятия. А если хочет как-то позабавиться, это другой формат. Ну, может, конечно, это и совмещать, но мало у кого-то получается. Угу. Поэтому я думаю, что таких каких-то строгих ограничений нет. Если человек, допустим, чувствует себя, что я могу и в этом жанре, и в другом попробовать. Почему бы и нет? Надо пробовать. Надо не лениться, и обязательно что-нибудь получится. Роман, как вы считаете, работают ли соцсети на продвижение молодого исполнителя, молодого автора? Конечно. Я считаю, что это первая площадка, где надо о себе заявлять. Это соцсети. А как это делать правильно, чтобы это работало? Ну, тут несколько экспериментов. Во-первых, конечно, это друзья знакомые, они все надежда, которые... Во-первых, надо записать качественный материал. В каком плане качественный? То, что там, как в студии. Допустим, тоже стихотворение взять, хорошо его проговорить, эмоционально исполнить и записать при хорошем освещении на видеокамеру. Это выложить в сеть. Попросить друзей, чтобы это распусканили. А там уже понакатаны. Также есть различные группы тематические, где можно это также все выкладывать. Ну, конечно, если есть еще дополнительный сервис, то можно и дальше более, так скажем, активно продвигать. Но все начинается с более качественного материала. Потому что если вы кое-как расскажете на камеру стихотворение или исполните музыку, ну, сами понимаете, что это не будет никакой иметь позонанс развития. Роман, еще хотелось бы вам такой вопрос задать. Мне хочется назвать этот вопрос провокационным. Наверное, я не сформулирую его как провокационный. На ваш взгляд, стоит ли делить исполнителей, авторов провинциальных и столичных? Есть ли разница между поэтом из Москвы и поэтом из, например, Великих Луг? Ну, я думаю, разница есть. Потому что все-таки, что такое, ну, любое произведение, пускай оно будет музыкальное или поэтическое, человек рассказывает о своем мире, да, что у него происходит, что внутри, потом это все он переваривает. Конечно, если человек живет в мегаполисе, я думаю, у него, ну, маленькие другие переживания, да? Или человек, который находится в глубинке. Все-таки какая-то, я думаю, все-таки есть. Может быть, не глобально, но разница все-таки имеется. От провинциально какое-то переношение, да, так это назовем. И уже такое более городское, более законное, не знаю, может быть, грамотное. Если мы от этой сферы уйдем, да, просто человек может путешествовать, ну, не сейчас, но в принципе, и ездить, передвигаться вообще как хочет и где хочет, и общаться с разными людьми, набирать опыта. Тогда это уже, да, новый уровень, согласен. А что касается именно, ну, качества материала, как вы думаете, есть ли разница, там, вот это провинциальный музыкант, его там сразу слышно, а вот это из Москвы, ну, это и понятно. Видно ли это? Ну, конечно, видно, потому что в больших городах, конечно, есть площадки, есть зритель, да. Там, соответственно, можно чаще как-то себя реализовывать, точнее, лучше и больше. Натренироваться. Конечно, конечно, и тем более еще конкуренция, да, которая рядом находится, это все, как бы, все, вот, скажем, подталкивает, мотивирует дополнительно. Конечно, в городе, я считаю, все-таки набросок опыт нам намного быстрее, и в дальнейшем, так скажем, какие-то результаты появятся. То есть при желании нужно изыскивать возможности выйти на большую аудиторию площадку? Ну, вы сами, конечно, понимаете, если были бы у нас площадки, если был бы зритель, да, к этому, так скажем, приучен ходить на подобные мероприятия, конечно, было бы количество более опытных, талантливых музыкантов, конечно, возросло бы, это несомненно. Значит, получается, что все в руках слушателей и зрителей? Нет, не все. Те же площадки кто может уставлять? Как-то, может быть, чья администрация могла бы с этим. Ну, и плюс, конечно, реклама. Ну, вопрос... Допустим, если бы кто-то подрядился бы, да, и... Кто должен заниматься этой рекламой? Рекламой? Ну, допустим, взять хотя бы вот ваше радио. Почему вам тоже не прорекламировать, допустим, талантливых? Ну, вообще, у нас на радио, на радио «Маяк» есть конкурс молодых исполнителей в «Рифму», и мы уже четвертый год проводим это мероприятие, успешно ищем таланты. Не только Диана Константинова нам известна, вот, как бы, не только она читает стихи на публику и делает это хорошо. Вот, плюс мы всегда освещаем разные творческие мероприятия, в частности, в выпусках новостей. Ну, это хорошо, это замечательно. Поэтому только общими усилиями, да, это можно как-то вот быстрее поднять на ноги и это все развивать. Роман, возвращаясь к началу нашего разговора, возвращаясь вот к вашей деятельности как организатора, расскажите, как молодым, или, может быть, не молодым, но, несомненно, талантливым авторам можно выйти на вас, найти вас и, ну, посотрудничать после того, как кончатся все ограничительные мероприятия по карантину? У меня есть страница ВКонтакте, Роман Николаев. Соответственно, можете, кому интересно, оставить мой телефон в студии, ну, и обращаться, так скажем, к слушателям. Кто заинтересуется, пускай вам позвонят, а вы придадите мои контакты. Чудесно. Будем развивать вместе творческую жизнь на Псковщине. Конечно, только совместными усилиями что-то получится, потому что, к сожалению, пока совсем плохо. Ну, будем стараться, у нас есть время посидеть дома, написать чего-нибудь хорошего, придумать, сочинить и построить много планов, которые обязательно сможем реализовать. Роман, спасибо большое за разговор, и я думаю, что до новых встреч. Роман, спасибо, всего доброго. До свидания. Я напоминаю, что сегодня в эфире на связи с нами был Роман Николаев, организатор квартирников в Пскове и Себеже. У нас получился интересный разговор о творчестве. На этом я, Дина Добрешут, и с вами прощаюсь. В завершение предлагаю послушать песню, известную многим псковичам группы «Отцы и дети». В эфире Радио России Псков. Весна. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Весна, глядящая, я в упор берется за свое. Уже резвится возле нор влюбленное зверьем. Я выполняю на траве заученный урок. В полях, в карманах, в голове гуляет ветерок. Разум помнит все меньше и меньше тех, кого я любил. Но тело помнит всех женщин, которых мой разум забыл. И в сновидении неполном, никто из друзей не окликнет меня. А я, проснувшись, не вспомню, число или месяц. И даже название дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И ни с того, и ни с сего Беру тебя с собой И ты, конечно, ничего В сравнении с зимой Смотри и ничему не верь Закат спалит дома Не надо думать Мной апрель Не чувствуй мной зима В душах голо И кается вроде бы Бесполезно, а главное, поздно Вдохновения нет Что поделаешь, возраст Там, за далекими реками Обитатели ада и рая Пишут письма Которые Им некому больше доставить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова